Игорь Михайлович, приветствую вас. Да, добрый день. Ну что, у нас новогодние праздники потихонечку проходят, остаются позади, у вас уже нет ёлки. И всё-таки говорим сегодня на достаточно серьёзные темы об РПЛ-12 в самом конце разговора. А самая горячая тема – это всё, что связано с Александром Кокориным и его переходом в Фиорентину. У меня два вопроса. Первый, вы можете объяснить, почему Кокорин так востребован, несмотря на столь такой жёсткий хейт в его сторону? По подписчикам не будем говорить? Если у вас есть что сказать, то безусловно. У меня есть. Давайте. Что сказать по подписчикам? Значит, у нас первое, на что я обратил внимание, там даже один какой-то подписчик там пишет, да, и мы, ну то есть я понимаю, что там люди очень сильно ошибаются, потому что никогда не жили за границей, первое. Так. Что между нами огромная разница, и кто лучше, кто хуже, непонятно. Вот, я хочу, по-моему, это даже девушка была мне, показалось, которая написала, что Тедеско, вот мы же с тобой про Тедеско много говорили? Да. И говорили, почему он это сделал, и вообще отношение к деньгам, его контракт там в 2 миллиона. И говорится о том, что, ну Тедеско, ну он богатый человек, первое. Второе, что ему ничего не надо, и он там перспективный тренер, молодой. То есть я бы хотел возразить, молодой человек он, почему? Потому что он работал полтора года в Шальке, в Шальке у него, знаешь, какая зарплата, как думаешь, какая в Шальке у него зарплата была? Ну, думаю, что около миллиона евро. А я думаю, что около 500 тысяч евро. Ну, 500, надо 500. А, я извиняюсь, да, то сейчас опять нападут. Вот, понимаешь? И богатым человеком он, наверное, стал, ну может стать, когда, вот после работы в Спартаке. Так. Вот, потому что ты богатым человеком становишься, ты зарабатываешь деньги, вопрос, сколько ты тратишь. Вот я могу рассказать историю, я не знаю, ты ее можешь потом вырезать, не вырезать, я все равно выйду сейчас на тренеров иностранных и наших. Потому что мне не нравятся очень сильно истории, когда говорят, ну то есть мы начинаем восхищаться иностранными тренерами и людьми, которые приезжают оттуда и нас начинают там чему-то учить. Вот, я не про политику сейчас. Вот смотри, как они относятся к деньгам. Вот мы очень разные люди. Вот даже возьми нашу большую страну, мы очень разные люди. Взять европейцев, вот я в Италии жил 7 лет, они примерно все одинаковые. Вот ты возьми за один стол посади, там болельщика, футболиста, там тренера, например, да, и там журналиста, ну еще там кого-то. Они примерно все похожи. Они примерно все похожи в каком плане? Вот я тебе просто рассказываю, это можно даже заносить в ретро истории. Когда, помнишь, у нас был тренер-адвокат сборной? И его поставили как раз обучать наших российских тренеров, ну футболу или чему-то, я так и не понял, чему. Ван Линген его звали? Да, Берт Ван Линген. Да, и у него жена Вера, Верунья мы ее звали. Верунья? Ну да, Верунья, Вера, ну какая разница, если там любя Верунья. Мы пошли с ней попить кофе. То есть мы просто заказываем два кофе, они стоят там 200 рублей, например, но кофе может стоить там 100, может 200, может 300. То есть мы сидим, пьем кофе, разговариваем, она мне говорит, я сначала про нее, потом про ее мужа, кем мы должны были восхищаться, и что мы должны, в принципе, смотреть, что это позитивная какая-то история, которую мы, может быть, должны забрать. Мы сидим, пьем кофе, приносят счет, но я там деньги достаю, она говорит, подожди, я заплачу, я говорю, ты что, ты о чем? А она по-итальянски говорила, чтобы вы понимали, как мы общались, она по-итальянски говорила. И она говорит, а у меня, я сейчас чек возьму, отнесу в РФС, и РФС будет оплачивать кофе. Я говорю, ну, Вера, у тебя нормально, ну, как бы я не говорю, я так думаю, у тебя нормально, я достал, как бы заплатил, и мы пошли. То есть люди, которые приезжают сюда, вот как они богатые, почему, вот они богатые, мы считаем. Хотя у нее была там очень приличная зарплата, ну, кофе-то можно заплатить, да, нет, они делают вот это, обед, если это по делам. Машину им давали, ну, надо было, они Москву не знали, надо было водителя брать, водители это дорого, то есть они от машины отказались, они ездили на велосипеде от дома до РФС. И вот так вот люди живут, понимаешь, и когда нам рассказывают, я вообще этого не понимаю, понимаешь, вот дальше Ван Линген, который отжал, ну, там, отжали Лексакова в свое время, да, кем очень многие сейчас недовольны. Очень многие, да? Да, ну, просто изнутри никто не знает. И вот на его место встал Ван Линген, то есть Лексаков как бы готовит тренеров, а Ван Линген встал на обучение тренеров РФС, ну, все юношеские сборные, молодежка там, да, и, ну, там, ну, наверное, все. И были семинары, твой друг, кстати, говорил, что нужно семинары, там, читать, чтобы нам рассказывали, мы приезжали. Ну, а что вы не называетесь, стесняйтесь. Я не помню, нет, я смотрю. А вы в футбол с ним не играли, да? Я в футбол с ним играл, он говорит, прочитать лекцию, вот хоть одну лекцию слушал. Я думаю, что... Продолжаем, да. Я думаю, что из тренеров, например, он бы послушал какую-нибудь лекцию Каррера, например, но я думаю, что Каррера слушал его лекции, понимаешь, это все, это совсем другие вещи, понимаешь, то есть тренер, который тренирует, и тренер, который там завязан на чем-то, это другое. Вот, Иван Линген взялся за дело, вот, и там все, там приходят тренеры, садятся, значит, начало лекции, в футбол играют 11 на 11. Ну, так, и все, и погнали дальше. Дальше, на что мы вышли, ну, что самое интересное, на самом деле, интересного ничего не было, просто было смешно все это слушать, когда ты слушаешь второй или третий раз. То есть мы на тренировках, на тренировках, ну, там, шагами поставили фишки, сделали квадрат 5-2, ну, он маленький, небольшой, то есть ты можешь уже сделать, может, я, ну, там, вообще нормальные люди, кто в футбол играет, они на глаз делают, но они пришли, увидели, ну, то есть они, когда курировали, когда начал энтузиазм самый, они пришли, как вы, вы без рулетки сделали квадрат, поставили, вы что, обалдели, то есть полдня искали рулетку, поменяли вот на столько, квадрат, и сказал, вот сейчас все отлично, все окей, потом уже все ходили с рулетками и так далее, да, то есть, и вот туда, и я смотрю, вот, например, лекция Ван Лингена, который отвечал, потому что я могу это смело говорить, потому что мы, когда работали, когда Писарев был спортивным директором, я 4 года там проработал, я считаю, что вот так в становлении тренерском, это важный был период, когда мы собирали тренеров, то есть я начал смотреть все тренировки, мы начали задавать вопросы тренера, мы начали дискутировать, то есть вот мы собирались там раз в неделю, и даже самый там какой-нибудь, ну, упертый, там, закомплексованный, я не буду говорить, кто тренер, он поменял тренировочный процесс, потому что нужно задавать вопросы, на них отвечать, если ответа нет, то тогда ты об этом начинаешь думать и так далее, и так далее. То есть у нас получался результат какой был, молодежка попала первый раз в истории России на Евро, в Израиль, юноши выиграли у 16, юноши заняли третье место у 16 и у 19 попали на чемпионат Европы. Ну вот был результат за 4 года. Дальше, ну вот сейчас наша молодежка попала, вот интересно будет посмотреть. И вот от этого Ван Лингена, что я взял, я так и не понял, потому что когда мы собирались, вот он начинает, играют 11 на 11 футбол и начинает в воду лить. То есть ты знаешь, как Кастап Бендер, в шахматы начал играть, то есть все сидят, знаешь, и ждут. Гроссмейстер приехал. И тут так раз, ход один, ход второй, начинает смотреть, смотреть, потом тырит ладью, бьет по ушам, бегает, за ним все бегут. Вот, вот, как вариант, как вариант. Вот, и дальше был Чинквини. То есть дальше был Чинквини, который тоже, ну, как бы должен был отвечать за вот эту связь между главным, между капеллой и молодежкой, юношескими сборами. Вот он что, что он говорил? Ну опять, итальянство для меня вообще комфортно было, да, потому что я по-итальянски говорю. То есть у него какие истории были? Вот, вот ты начинаешь с человеком разговаривать, и он его, и знаешь, штампами. Вот просто долбишь штампами, одно и то же, одно и то же, и, а смысла вообще никакого нет. То есть я к чему говорю? Вот он, например, отвечал, смотри, какая история была. Я потом, ну, скажу, к чему я это все говорю. То есть капелла приехал, зарплата, помнишь, у него какая была? Семерки, да. Чинквини знаешь, сколько получал? Миллион евро в год. Ван Линген знаешь, сколько получал? Миллион евро в год. Ну, позавидуем, да. Нет, давай не будем завидовать, давай пусть за этот миллион они что-то дадут, вот, там, мне, я не знаю. Футболу нашему. Вот она в Марбелле, у него же дом в Марбелле, у капелла, и он туда обычно, вот как Юрий Палыч же, он все время делает сборы в Марбелле, потому что у него там, ну, квартира или дом, я не знаю, ну, удобно. И мы играли молодежкой. Ну, и сейчас локомандир сборов в Марбелле и делает. Не, ну, может быть, да, но кто-то в Эмиратах делает, кто-то в Марбелле, кто-то в Турции. Ну, да, у кого где дом, там, у кого где дом, там, там, у кого где дома. все вот больше я пью ничего не запомнил ну то есть это он говорит что по футбол на футбол там смотрится по разу все капелла вот он там из марбелли вот мы играем товарищескую игру в там но три часа я не помню как назывался место молодежка вот перед чемпионатом европы то есть там был по последний сбор и потом чемпионат европы это была зима и он представляешь три часа он едет на машине вместе с чемпини на эту игру то есть они приезжают садятся фотографируют их дальше пишут что капелла выстраивать пирамиду вместо чемпини ой вместе с чемпини выстраивать пирамиду первая сборная молодежка юношеские сборные знаешь что происходит это потом после игры написать ну понятно написали зачем это сделано только толку то от этого никакого он сидит 20 минут остается до конца он садится в машину и уезжает обратно марбелли три часа то есть ты представляешь то есть человек не подождал пока закончится игра не досмотрел не зашел в раздевалку не сказал два слова пацанам но пишут все что выстраивание пирамиды продолжается понимаешь но это вот ваш я к чему это говорю показуха 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 за миллион евро а у капелла чуть-то там побольше было раз в семь я к чему говорю что у меня такое ощущение мне почему не нравится мне нравится отношение некоторых людей вот твоих в том числе подписчиков когда нас воспринимать за обезьян так вот мне вот смотри я когда меня за обезьяну когда воспринимали когда я приехал в италию на меня как на обезьяну или как мы как вот там я не знаю воспринимали таким образом то есть я за три месяца выучу язык я начну разговаривать я понимаю юмор я потом на некая вы так приезжая вообще над ними издеваюсь потому что есть никола берти это топка потусовка по всему отношению а есть какие-то рон их называет вот нобель тебе переведет там что такой терон там лохи но лохи ты какой в команде в этом самом в интере их таких половина и я начинаю вместе с николы они меня сначала воспринимали как обезьяну а я потом вместе с николы уже смеялся над ними то есть для меня когда меня пытаются воспринимать как обезьяну это о чем говорит вот как думаешь ну хотят что ли хотят забрать ваше место что приехал какой-то лох давайте мы его уберем а когда здесь нас начинают воспринимать то есть я да я те сейчас отвечу на этот вопрос вы когда чинквини приезжал дам с нами там беседовал да когда капелла приезжал я все тренировки увидел перед чемпионатом европы я все это видел но у меня вопрос я с оливьере разговариваю только поводитали долета перед чемпионатом мира да все тренировки все вообще был ты я все видел то есть получается они сюда приезжает вот и я как воспринимать наш я бился и я добивался того почему мне это сейчас не нравится и об этом говорю я играю в италии я добивался что россию начинали воспринимать играет у вас все такие его у нас почти все такие вы да ладно не может такого быть у вас там медведи ходят и так далее я за это сражался и сейчас когда проходит ну как бы ты переходишь от игрока к тренеру и опять с этим сталкиваешься так вот на вопросы если тебя принимают за обезьяну что это значит ответ знаешь какой наш перед тобой обезьяна просто и все но если она тебя за обезьяна принимает значит перед тобой обезьяна и и ну и все она обези он обезьяна а я ну как полетит свет ки человек но пару но можно так сказать конечно нельзя так разводить нельзя на это вестись понимаешь и когда мы по лексакову говорим недовольны вот и я почему сказал палитры этому самому дили какого бертон линген ван линген сказал починквини я говорю да потому что мы это делаем это четыре года делали был результат и был интересный игрокам и поменяли тренеры мы их поменяли потому что они ты понимаешь когда про футбол начинаешь мы их поменяли потом начать поменять к меня это самое кто начинает это воспринимать им интересное вот четыре года результат и интересные беседы про футбол понимаешь просто схемы как тренировать позиционную атаку как тренировать быструю атаку да получается это у тебя не получается но это как бы работа мы там и мы там к сидели к но я по крайней мере я каждый день сидел я смотрел тренировки всех возрастов понимаешь и когда получается что по лексакова например вот я сейчас общаясь с ульвере эти уже говорил у леверит и лексаков наш лексаков то это только бы у леверит от ту же позицию занимает то есть он проводит курсы он принимает экзамены дает лицензии то есть смотри какой вопрос там есть две части есть часть например что выше то дали нет то есть я сначала где-то мыслил как мост как мы с тобой зачем нет я футбол играл зачем нет но только такая с утра встаешь ты не знаешь что делать и куда идти ты не можешь тренировку расписать например да ты и не можешь провести и когда ты туда вот заходишь туда к лексакова сколько мы там курс провели да это стоит денег но и там это стоит денег в италии там что бесплатно шли проводят и никто же не говорит что чего там берете деньги за это получается что что есть такие вещи например чтобы ты понимал что например тренер по физподготовке делает на сборах да ты должен быть в курсе исходя там из своего опыта ты можешь говорить но ты должен понимать как организм устроен да какие нагрузки что зачем давать и так далее там ты должен учиться говорить например вот моста с лексаком вот эти горе ну сашка ты мой почти друг бывший да вот посадил вот он у него насчет спрашивать он вообще не бы не мы не но не скажешь как он с командой может разговаривать там тоже это делают там делают то есть там делают все вещи которые делают и в коверчану на они очень полезны для будущего тренера да и потом добавляется там футбольная тема эта схема это у ливери но и у ливери 10 но он тренировал сериала очень много лет до лексаков не тренировал команды премьер-лиги поэтому ему тогда надо там один занимается этим но вернее там у ливери занимается а то что делает например лексаков но они на равных два человека например то что без одного без другого не может быть то есть один он там делает то есть там на виду у нас лексаков а там у ливери например но у лексакова нет человека который бы за но занялся бы там разговорами про схемы как тренировать это как тренировать это но это не вина лексакова потому что он может взять туда человека например как у ливери вот он за футбол отвечает а этот отвечает за все там остальное да ну важно важно и то и то понимаешь и пусть лексаков возьмет от человека ну как ван линген который его отжал ну миллион платить ну давайте я пойду за миллион я повещаю я тоже пойду за миллион у меня будет получаться чуть лучше чем у тебя все-таки если мы про футбол говорить или нет ну то есть перспектив у меня нет в этом смысле на миллион за 500 тысяч но я не понимаю и почему обвиняют лексаков то что в его силах он делает и идея это делают в италии в коверчан я проду я не буду говорить про германию я не буду говорить про там францию и и так далее но в италии тренеры вот мы по тренеру то есть я я вот рассказал историю ну вот они приезжали они отжимали там его отжали я послушал лекции я так думаю но остапы 22 остапа просто приехали которые получали миллион евро но но для меня это так то что я в этом разбираюсь я в этом разбирайся я это все изнутри я все это знаю дальше когда начинают говорить например тренеры вот давайте мы трениров на много по тимуру понятно кто у него у него один тренер и понятно почему почему он двигает понятно итальянских тренеров тоже есть травуке который подойдет к любому из итальянских тренеров актедеско невозможно это все понятно я почему я почему бы не к тимуру как бы с уважением да но но так-то финанси он бьет глушить глушить так тоже нельзя понимаешь вот я тебе сказал когда тебя принимают за обезьяну здесь ты ты должен ну как-то противостоять этим как бы этому а какой тренер вот какой тренер например но я сейчас закончу ты там подрежешь там чего-нибудь да вот я с ульвери перед мы когда в чат заходим начинаем вот они вишут они пишут до сего и прям с утра до вечера начинать но не в кадре что он то пишет мне одно то и ну вот чего там чего вот лишь 7 сообщений тору это резида который сейчас учится у этого у у ульвери дамьяна туризе нет или стефану стефану туризе то есть получается что ты разговорит и начинаешь с веса вот мистер моего зовем да ну в италии мистер до тренер зовем он бы я говорю а как вот этот тренер там 20 команд я в как эту год но про карреру мне гулять вам про манчини он не говорит который у нас здесь но манчини на всякий случай разговорит сборную италии нет для вопросов но не россии только не надо сборную россии возглавлять сборную италии газа возглавлять сборную россии потому что там другое вот я тебе об этом хочу сказать даже никому и он бы а как этот ну понятно там этот ну понятно но это ничего там но грэнсу но ему за 70 лет но такой наш с опытом и такой наш на юморе но серьезную работу делаешь и а вот это 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 я говорят и у них же иностранцев нет у них кроме михайловича нет ни одного иностранца какие бы свои не были ну подумай кто нету нобелю позвони он тебе скажет хорошо да а кто еще ну я позвонил наберем на курорт дубай уехал не она кровь дубами это михайлович на михайлович итальянец уже они иностранец он будет играть да мы своих конечно мы будем свои какие бы они не были нам свои нужны и там представить чтобы ты диска например приехал вот там там нельзя представить человека который бы пригласил ты диска и дал ему зарплату в пять раз больше чем в германии там такого невозможно а у нас это нормально это поощряется то есть я свой спич закачивает еще раз повторю когда меня пытаются меня принимать за обезьяну у меня один вопрос а ты-то кто наверное обезьяна и и и и дальше вот поехали я бы не это не нравится я это начинаю надо это подкипать не из за того что ты диска тренирует а я мы сидим с я с тобой с удовольствием разговариваем ты видишь я вот я там без работы да потом мы говорим почему нас тренеров нет потому что мы сам нас принимать за обезьян мы туда поклоняемся там есть люди которые разводят и зарабатывать деньги а мы все но мы обезьяны обезьяна прошли те времена уже все другие времена настали и за это надо набиться поэтому я поддерживаю илексакову поддерживаю и поддерживают то что наши тренинг какой бы он не был зачем привозить этого божий в вам кар вот объясни мне вот зачем божий в амкаре вот что он там сделает но для чего нельзя вот ей евсеев есть пусть амкар тренирует зачем божий что все 23 минуты политинформации я думаю что надо перейти к более более насущным делам не этого для меня вот это более насущные дела для нас с тобой да давай да ну что прококорина давайте вы можете пояснить почему он все-таки так востребован потому что это остается загадкой он в российском футболе но уже где-то наверное лет 12 но я сегодня тебя смотрел и все время статистику привел 2 сколько там он сыграл то есть у него примерно в среднем за три игры гол за 4 за три с половиной тогда получается хорошо 4 да ну давайте все-таки три с половиной это больше четырем согласны ну и понятно что он не рональдо не месси понятно что он не баб и не неймар ну а другой статистику кто на вот смотри кто у нас удалось молова вот убери два сезона в краснодаре когда он со мной работал сколько он забил но очень мало но у нас нападающий нас соболева посчитать сколько он там забил но соболева пока справедливости ради и лет-то помехи но поменьше но я понимаю но то если выводишь на то что вот если ты выводишь нам надо разделить матчи на голы там и да я только получается ну вот у него вот у него есть специально 251 матч в рпл 67 голов ну я до 1 4 до 1 4 да так хорошо но это не раз четыре то есть был сезон когда он забил 20 по моему в динамо не было у него 20 и михалыч от 18 и 18 и не было не было у него 17 ладно хорошо тогда вот давай сейчас раз у меня спич был на 23 минуты сейчас я специально специально смотрю федора смолова поскольку вы тут уже как бы нет со мной забил в двух сезонах он забил 40 мячей ну с вами бы я прибавил да но вот федора статистика 239 78 потому что со мной работу 1 1 3 поэтому говорю он море а федор не говорят постоянно что его приглашает это самое все 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 приглашают здесь какой-то ореол я пытаюсь понять не в нем федора то никто не приглашаешь уже никуда но было по моему информация что чуть ли не в реал марка написала что в кокоре не такого есть футбольного но смотри но ему уже 29 до нее есть корня у нее есть все вот то что я по футболе я с ним работал в молодежке мы же с ним работали я также ему объяснял как и феде вещь просто мы очень мало времени встречались за потому что молодежка мало встречалась по времени мне кажется что смотри вот давай давай по-другому вообще развернем фиорентина готова за него платить 5 миллионов три с половиной три с половиной три с половиной смотри на они три с половиной возможным 2 вернут назад кому-то я не знаю да может быть они вообще ничего не заплатят но спартаку надо кокорина отдать вот они решили так и при решении приняли и приняли из-за того что он уехал на мальдивы там из-за того что он не забивает да из-за того что там из-за того что не сыграл двух матчах сочи из-за этого тоже на эту то есть над понять причину на и скорее всего они вот эти спартак его не хочет да но фиорентина появляется да я я не знаю почему там там же капелла говоришь о кокорина надо брать тут и там подключены все силы да чтобы туда забрали вы может быть три с половиной от от рим вернется назад на спартаку просто надо скинуть его они готовы ничего не получить просто они не хотят его да и плюс еще скинуть зарплату то есть они сейчас трансфер или про аренду уже никто не аренда это полноценный трансфер у них снимается просто ведомость зарплатная но спартак уже я считаю выиграл даже попав там на эти самые на подъемные на его но если три с половиной я думаю что спартак по сути продавая возвращает это самый подъем но надо там они те что-то вернут но им уже это не важно они не хотят кокорина видеть в команде и из-за его поведения но я так понимаю из-за игры в том числе из-за поведения в том числе да то есть есть конфликт не нужно это и ты деск это не нужно и руководство это не нужно потому что критика который идет на спартак она уверена кокорина она идет на спартак и она идет на фидуна зачем им это надо все читать это все слушать это и и так далее вот поэтому спартак делает все чтобы туда отправить его есть предложение дальше вопрос кокорин согласился но мне кажется может быть он в таких ему там чуть сказали что он не может не мог не согласиться сегодня мы этих не знать сегодня лемон эти говорю можно было мандарин знаешь где это самое витамина c больше всего в чем перец красный и и желтый перец вот там больше витамина c поэтому можем и мандарины и лимон я-то думал что больше всего в лимоне поэтому грузили на лимон так ну то есть в этом плане логично до расставания со стороны спартака логично и деньги но ты посчитай если он остается никуда уходит не уходит но ты чё три миллиона в месяц в год и и еще у него там контракт три года там два с половиной но он скинул page часто бывает я не хочу ничего заработать мне не надо ничего зарабатывать мне бы скинуть бы человека и скинуть эту зарплату ведомость там разгружают часто просто заплатной ведомости понимаешь они они там уходят там хотят что-то заработать вот то что страны кокорина не знаю но согласился мы посмотрим но и те но все второй человек у нас в италии будет хорошая история подходит ли схема по которой играет фиорентина для александра в чем ее особенность подходит потому что они играют три нападающих это у них сетей схемы также как играет сочи в сочи он себя ну скажем проявлял да ему было комфортнее в сочи спартаке ему не на месте нападающими на месте десятки было не то что не комфортно я бы ты можешь там играть ведь ведь вопрос то весь эти оставят и проявлять себя одну свои лучшие качества там я думаю фиорентины вот схему нормально все для него дальше в чем схема фиорентина хороша для александра потому что там они играют три нападающих он может комфортно сячи у него будет простор на на любой позиции на месте центрального нападающего в левого и правого то есть он может смещаться в середину у него простор то есть ну там если не будут закрывать фланги они так не закрывают я посмотрел фиорентина они они не так активно фланги то есть у нее есть у нее есть простор ну вот это важно для него это такая схема как как сочи играет в сочи он проявлялся на самом деле в сочи чтобы мы там не говорили но я вот смотрел на у него видно по что говоришь почему почему он востребован фиоренти но если ты профессионально смотришь на игрока у него они они у него остаются то есть у нее есть рывок там на 10 метров он взрывной нападающий у него есть техника поешь он может 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 у него там единственное там недостаток для вот нападающего там головой он не так играет но ничего страшного да то есть у нее есть дриблинг у него две ноги по что что он здесь я про спартак и вообще не буду говорить потому что это мертвый павел он не может там играть он там него я тебя уверяю что промес приедет если сейчас его будет ставить на место центрального нападающего или десятки мы его не увидим промеса но я уверен но вы но они меняют схему они начинают наигрывать четыре защитника нет но тогда да тогда она начинает на игре так далее движка с двумя крайне махалами но опять же мы не знаем 4 4 2 2 4 4 2 но вот в 4 4 2 наверно кокорин тоже нет промес за тогда супер вот но это в принципе схема в атаке это как при коррере они играли то есть промес туда широко кокорин туда широко нет одного из двух нападающих он мог бы играть при 4 4 2 на самом деле но мне кажется да но опять же проблемы внутри связаны и самим кокорином по я имею ввиду поведение на вот я здесь не исключаю что и тренировался он не так как надо он был недоволен да ну то есть там все там в комплексе и они захотели просто я фиолетину немножко не понимаю но хотя если они с ним заключают насколько они с ним на два с половиной на два с половиной ну то есть это повторение контракта со спартаком возможно два с половиной возможно три с половиной потому что там была опция продлинина да но сейчас надо понимать что сейчас кто к нему не очень относится не надо там сильно радоваться потому что он только из отпуска приходит а там чемпионат в разгаре да знаешь то есть мы это переходим даже как у лёхи такая же ситуация он месяц пропустил но это считаешь это пире из отпуска выходишь почти надо набрать тебе надо играть не знаю но они там внизу понимаешь у него конкуренция может быть не такая может быть он и как-то наберем но все равно я уверен что когда-то такой простой долгий то нужно время но игровое на поле и но он может его получать там 10-15 минут чтобы набрать на него надо поставить 3-4 игры или он тогда уже должен то есть все должны понимать что он может только лишь выходить на замену фиорентине до конца сезона потом пройдет сборы и потом уже то есть его надо смотреть если положительно на него смотреть то только со следующего сезона сейчас ему будет тяжело также как и ну как и лёхи то есть ничего выдающегося вы не ждете в ближайших матчах не ну конечно нет я вообще не жду его в основном составе ну честно говоря я не знаю кто там вот ну там рябельно там тоже мы вот говорим фиорентина там тоже ребята такие серьезные но мне мне так кажется даже если они там были там пять очков от от вылета не там у них не очень-то хорошо идет ситуация но вот но не сон понимаешь там давление все-таки но с другой стороны когда ты проигрываешь понимаешь одно с раз с одной стороны когда лёха там выигрывают и все в порядке да и результат есть и игра тяжелее папа здесь ты раз игру проиграл два тебя могут туда бросить в топку но тебя бросить в топку ты не готов опять вернешься ну то есть такая ситуация непростая вот но посмотрим но я ничего не жду потому что но он и до этого ты не играл он на замену выходил в осенней части в составе сколько и потом плюс вот тут сейчас месяц был плюс у него там не знаю травму не унитров но последний шанс для парня поиграть в европе согласны почему предпоследний если он проявит но я имею ввиду что если бы сейчас не уехал то уже все так это обсуждать он уехал то почему что его захотели очень сильно заплатили за него 14 миллионов как заменчука который играл составе был в порядке реально его у него совсем другие причины как бы он уезжает это еще сложилось я думаю что надо там хлопать и агенту и по поводу там и и всем всем вместе что они вообще все это дело провернули но я буду говорить провернули пока для меня ничего но не понятно но я многие вещи не понятно то есть как это я понимаю что спартак от него хотел избавиться я это понимаю я не понимаю фиорентина зачем это ну а какая зарплата в два раза два миллиона евро будет а 2 и 1 геттри я не знаю на 2 миллиона и реберис как получает там не знаешь мне знаю но я не думаю что он 2 миллиона получает но он пришел из баварии били может втащить если нет но не в этом дел он пришел из баварии он там играл выиграл лигу чемпионов да он выиграл чемпионаты да то есть ну вот по зарплате если так говорить но он правда был бесплатный но да еще тем более 6 он бесплатный твой тем более у него зарплата должна была быть не меньше да ну вот посмотрим мутная история на самом деле по мне она мутноватая какая-то мутная в чем смысле как им удалось уговорить фиорентину как это вообще туда закинуть можно было и вот я и уговорить взять его на самом деле я вбил сразу в google ребер и будут зарабатывать фиорентин 10 миллионов евро в год да ладно порадуемся на два сезона зарплаты тогда я вот ну тогда вообще в продешевил александр кстати ссылка на лики то что авторитетный источник вот нет ну вот но лишь я ошибаюсь он тоже я говорю мы с тобой разговариваем мы гадаем же мы же там не знаем все все точно вот но ребер и но тем более ребер и как некоторые говорят вот заплатили бы замерчука 50 миллионов вот он точно бы сейчас играл да а разве а я думаю что нет ну тогда у какой на шансов нет потому что ребер и получает если он конкурент его табы ребер и получает 10 миллионов а этот 2 то и ребер и должен играть игорь михалыч переходим к другим нашим итальянцам вы смотрели две игры джену аталанта и аталанта удинезе первую очередь конечно интересует наш игрок алексей миранчук ваша точка зрения что с ним происходит но потому что он как бы перед этим в кубке сыграл хорошо он забил калерия сергей но мы говорили же ну что с ним происходит у нее тяжелая ситуация он приехал с травмой да то есть я еще раз уже в который раз буду говорить что чтобы набрать надо играть в основном в основном составе там по 90 минут три года три-четыре игры сыграть тогда ты но я знаю просто я чем я говорю в физе именно физически потому что игровой тонус это никакими тренировками это не заменишь вот уже хорошо что он вышел в основном составе судины супер ли игру они провели нет пропустили на 20 секунде на 25 тогда пропустили гол все-таки это меняет игру но они в свой стиль играли все они играли гоняли эту динезе но на самом деле да они не там не забили вот как играл лёха вот мне там странно вопросу смотри у них есть три игрока на две позиции то есть ильич ильичич малиновский и миранчук да то есть позиция ильичича справа этого самого малиновского слева когда ногу ну как бы логично и мне кажется так как он левша миранчук он ему удобно играть справа где он до этого и на замену он выходил он почему-то берет и меняет их то есть он малиновского убирает направо они вообще не даже за вот за в то время как лёха играл они даже не поменялись ни разу а миранчук оставит слева да хотя удобнее под левую ногу уходить но как бы ему комфортным и линовскому потому что он там играл но все игрок что в составе играл он играл там вот здесь я немножко не понял но как он сыграл сыграл паштутка тут какой вопрос раньше в составе они бан там на 25 пропускает на секунде ну ты думаешь на елки-палки ну то есть гасперин это я так понимаю он очень консервативный очень то может быть даже если суеверный человек тут еще тоже прошел возрастной дальше итальянцы они вообще я вот смотрю итальянский футбол они по ходу игры они никакие но не я не видел ни разу чтобы поменяли схему походу ну то есть они начали такие вот они вот уперлись и вот будут долбить это с одной стороны это правильно мне кажется вот чтобы не он не подумал что то есть я что хочу сказать что не он как бы нормальная игра вот они выиграть если бы они выиграли кто мы ну там по-другому разговаривайся на 25 секунде мне пропустили то скорее всего банит игру выиграли понимаешь и получается что они сыграли не край край ну там не не свой лучший матч скажем так но не из-за того что там или за того что лёха играл из-за того что или чуть не играл ни то ни другое то есть не то ни другое но они сыграли вот свою игру просто игра вот так сложился лёха нормально то есть а сегодня от него ждать какие-то вот как мари мари это вижу там навозил там бум бум обыграл забил я вот начинаю и когда он забил я хлопнул в ладоши сказал ес проешь я так уже начинаешь переживать на когда вот лёха играет хочешь чтобы они выигрывали я не знаю не то что ну да я там все время про него говорил тебе дальше у меня там такие теплые отношения к нему поешь наш мы с ним с юношкой сборной еще вот и поэтому я тут не трагедии ничего ну что ждать от его на мой взгляд он выходит когда он делает нельзя ждать что он будет выходить там забил в каждой игре забивать прежде потому что я посмотрел например по этой игре у них меньше народу в атаке почему-то было да потому них обычно три нападающих вот как сейчас было у них обычно десятка которого они оставляют одного опорного поднимается 10 еще крайне поднимается а здесь крайне почему-то но не всегда поднимались и только вот я смотрел когда так их всего трое там ну по народу просто мало потому что а те обороняется всей кучей там там просто 10 человек они обронились 1 вот поэтому я еще раз говорю нужно ждать и иметь терпение уходить на мой взгляд ему никуда не надо вообще даже думать об этом и и дергаться не какой-то чемпионат европы не чемпионат европы но вот как себе как ему как ему вот насколько дима больше приходится в обороне играть по сравнению с локомотивом нет смотри в локомотиве они не накрывали просто так сравниваю с киев не динамо и при при этом смотри это к ты играешь такой футбол позиционно так очень важный момент вот когда я сразу смотри смотри барселона . они возили всех да то есть они играли все смотрят как они с мячом я начал смотреть как быстро они возвращают цели при при потере мяча они сразу накрывают то есть три четыре человека которые рядом там в районе десяти метров восьми они все бегут в игрока с мячом и плюс два качественных защитника а у них три вот алланды качать который должны не пропустить не в недодачу должны опередить уж тем более не за спину и вот как вот это стиль то есть у них такой же стиль они владеют мячом очень много играет на чужой половине и при потере я лёха локомотив так не играл локомотив при семине они при потере мяча они все во первых они такими силами не атаковали они атаковали в четвером в пятером лёх привык к этому и он понимал что сзади все спокойно ему не надо было дергаться когда они теряли мяч он в отбор не вступал у них этого не было у локомотива при семине да но это вот если на протяжении двух лет то это потому что у них сзади все закрыт потому что они вообще не у них 6 сзади стояла все время поэтому это не надо было делать и у него наверное пока у него этого нет я не говорю что надо в обороне играть вот как с николичем помнишь мы со спартаком как он поменял схемы вот он начал носиться туда-сюда туда-сюда там за виду там слезо айртоном лёха мирончук но это вообще надо было придумать если на 20 минуте сломался и вот как раз вот эта травма которая сейчас он еще не может оклематься от нее там другое там там на рывке это это не больше 10 метров а уж если они вылезают туда там ты должен бежать назад но кто-то быстрее прибегает назад кто-то медленнее дело не в этом у него при потере сразу в отбор вступить то есть вот это в голове можно еще до конца нету хотя ну вот надо вот сейчас мы заговорили надо посмотреть следующий группа будет играть вот он выпадает он в этом компоненте или нет понятно про дженуа что скажете про про шумуродова на на ваш взгляд что-то вы вот посмотрели за за прошедшие матчи нет я посмотрел комментарии твоих подписчик у тебя теперь узбеки подписчики мы поговорим я считаю что вы очень позитивно поговорили прошу уродова в прошлый раз но когда я сказал что то есть узбекистан там там чтобы уродов там боли да я как я осторожно но я пока ничего не вижу такого потому что я не узбек был бы я узбеком я бы сейчас тут такое рассказал про шумуродов я к чему это ответить там одного он написал ты там шалиф ты нацист это и третье чили дальше я все ничего не понял что написал но он написал но как бы они не понимают что такой нацист они думают что это я думаю может нарциссу нами но он написал нацист я говорю ладно окей ретро история быстро короче это смотри когда мы в школе играли спартаке тогда был ну переноса москвы было да и был перед как бы чемпионат ссср был то есть по моему в 15 и в 17 лет по моему выезжали там в 14 фон в в 16 разыгрывался чемпионат сср то есть группы были потом первое место в группе получаешь там и где-то потом собирался мы лишь 6 команд по моему то есть было 6 групп по советскому союзу и ну ну такое соревнование было она проходила вот но у юношей два раза в но за все вот и пока ты юноша у нас группа была то есть мы в 14 лет ездили в измаил а в 16 мы поехали в ташкент вот вы там летели все нормально то есть она у нас это вообще у меня выезд вообще можно сказать в другую республику нашу социалистической советской был второй выезд как и у всех идет мы в измаил съездили и потом поехали в ташкент короче мы играем игру плюс 50 просто плюс 50 нам дают даже не карус алиас нашки автобусы лязвы где две окна не открываются то есть мы туда садись он просто горячий что там сесть не можешь так вот так вот и дуешь там на эти на сиденье блин мы садимся там узбек этот водитель и мы там поехали после игры и едем пить хочется же воды там с нам воды не давали едем ну-ка все качестве разделись но все в кроссовках в трусах майки сняли там вот ну дую там на себя и и раз к вас помнишь в советском союзе бочке квас мы стоя до невозможно объехать минут 40 или 50 от стадиона до этой гостиницы даже несчастные где бы там базировались останавливаться в голый торс топлис выходим ведем пучки кваса вдруг узбеки дальше они как когда-то как зомби это все даже в халатах и в тибетейках такие на нас там надвигается случилось да мы же не понимаем сейчас мы понимаем что там мусульманская это они же мусульмане за мусульманская страна ну как вместо этом республике нельзя нельзя голышом но да нельзя как бы я но мы не знаем это у второй выезд если бы мы то есть мы не провоцировали это как-то позже нет болельщики скинули там бахмат игра но я еще тренировал то там понеслись и то есть это как бы как провокация была потому что мне было плюс 50 вот и пытьем какой вам класс или они отовсюду надвигать окружать об авто сели все вы то есть класс вы вам не даем учет от устроили это елки-палки я и короче и мы по одно все мы сели там квас нам не не дали попить короче нас там с саблями не зарубили и мы поехали вернуть так самой силе там еще вернулись а там спартак владикавказ с нами в группе было бы с ним в гостинице жили но они как бы наши по там по вере эти еще сидят мы там елки бы хорошо отскочили воды дайте воды попить и эти еще одеть и майки там только оттуда или уже вы тут будете нам рассказывать там какой-то махач там какой-то были на следующий день с ними играли кстати мы их 40 обыграли я к чему говорю что вот когда они пишут конечно я не буду им больше ну лучше все-таки выучить русский язык нацист это наверно тот кому не дай не дали при плюс 50 попить кваса в ташкенте я думаю вот то такой нацист нацист прошла дальше погнали дальше по шамуродовым ну вот а то что у него было два момента вот это посерьезнее как бы история понимаешь два момента он мог вообще сделать так чтобы дженова повела 10 то что у него при но они 0-0 же сыграли до при 0-0 а здесь вот говори вот хорошо что есть моменты да ничего не хорошо надо забивать и и там надо забивать и здесь надо забивать вот у тебя есть у тебя 2 причем я считаю что первый момент у него был по опаснее когда он с левой ноги бил то есть там вратарь все он стоял уже он да не дернулся бы даже хотя он там бил с линии штрафной то есть если бы он попал в углу попал бы в створ не попал бы в вратаря это был бы гол надо забивать потому что не надо как бы вообще себе в голову вбивать это очень плохая история для вообще для команды для нападающих особенно что но главное что у меня моменты есть да не как главное что ты вот главное чтобы ты забивал понимаешь и он иной 2 2 тяжелее был то что он накрывали он мог только в этот угол бить и тому же вратарь был ну как бы он ногой отбил то есть а вот первый прям реально был момент забей и будут продолжать говорить не будет вот по игре его вообще не я его не вижу почему я его не вижу потому что аталанта полностью владеет преимуществом мячом атакует теряет мяч глушит то есть у них вообще но это я про второй тайм первый-то более-менее ру но ровный был вот поэтому ну как но я точно не буду восхищаться вот мы просто смотрим дальше просто смотрим дальше но надо понимать ему там два забил я говорю в узбеках я не беру они будут это самое это в любом случае 2 забил раз уже ювентус там написали что-то раз уже внимание какое-то но даже отному даже ты говорили да там у нас там появляется внимание не забил чем как отыграл но было два момента но это очень не забил главный момент и будет но если так дальше двигаться то будет забивать но там тоже не просто они же внизу и манера игры тоже не такая тяжелая тяжелая для нападающих тяжелая ну что заключительный фрагмент идем к теме rpl 12 команд что вы скажете об этом но мне это напоминает знаешь что как переход на осень весна да и как возобновление чемпионата нашего после пандемии да то есть примерно то же самое вот давай это такие тебе вопросы например ну задам но на которой не мы с тобой должны друг другу задавать да мы должны задавать им они должны ответить кто это вообще кому-то в голову вообще приходит у там два варианта да значит вот вариант например номер два до 12 команд играют два два игры и плей-офф то есть мы сейчас с какой целью мы хотим это сделать но они хотят с какой целью целью это делается вот например переход на осень и весна единственный аргумент который я слышал чтобы мы в окна попадали да и чтобы развала и чтобы у нас было возобновление как в европе и окончание как не отлично я тебе потом сказал про про поля что все-таки лучше начинать и заканчивать но мы так с тобой чуть-чуть поспорить но неважно окно в европе когда заканчивается ну по-разному но сейчас есть лизинь и лизинь января то а у нас когда открывается у нас открывается вот на днях и заканчивается феврале но на днях это когда вот у них сейчас через десять день языка у нас еще даже она не открыт не открыто но и как-то мы не попали в итоге с переходом на осень и весна мы как-то в окна не попадаем спустя там несколько лет у меня смотри какой вопрос мы что хотим больше матчей зенит вот давай я скажу как я вижу то что я слышу больше хотим матчей зенит спартак давай будем говорить на у нас топов 5 можно сказать до конца спартак у цска спартак все всего лишь а локомотив краснодар нет но видно ну как ну чё ну так если честно вот хотят вот я в зенит всегда всегда веселые монет я занимать на и я понимаю но я их это в топовый я их вывожу в топ-5 да то есть это зенит у нас спартак цска краснодар и локомотив ну так да дальше люди не хотят ну то есть смотри вот при этой схеме с плей-офф например первое место занимает спартак восьмое это восьмерка да то есть черный финал полуфинал 22 игры они сыграли начинает спартак попадает например с уралом до урал обыгрывать спартак сколько спорта две игры же дата под плей-офф две игры у спартака 24 игры игры зенит спартак остается столько же да но все начат падает правильно да но все то есть этот вариант вообще какой-то смешной но на мой взгляд то есть там же не продумано как и не продумано когда мы возобновляем чемпионат переигра если у тебя заразились переигровка молодежь играет или или те 03 записывают но это можно было продумать но я думаю что те же люди все вот это делаю час дальше другой вариант значит 2 12 команд 22 игры потом еще 10 32 игры получается да да то есть дальше окей я согласен тогда будет 4 игры но если например локомотив попадет в шестерку или там еще кто-нибудь но топ может не попасть но это ладно это неважно это уже их вопросы дальше люди говорят мы не хотим видеть урал но химки например да да вы их и так не видеть в чем кто-то смотрит урал химки шуми такой на вопрос люди возмущаются как будто они вот с утра до вечера как я смотрят урал химки и говорит уберите их отсюда мы не можем на них смотреть белая не понимаю дальше смотри так давай вот кого мы по организации хорошо окей принимаем решение то есть мы сейчас это 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 экстремальные меры да ты сейчас доигрываешь чемпионат даже ты хочешь выкинуть кого или как каким образом эти четыре команды определяться это еще целый чемпионат то есть мы говорим четыре последних места мы выкидываем но не но как бы получается сумма выкидываем и из фнл никто не входит или как или входит 5 в ядовый один мой я думаю вот так вот поспрашивал поговорил что если эта система и будет введена то с уже с сезона 22 23 но это это экстренные меры через год вот сейчас доиграем так хорошо кто бы будет вылетать и кто будет входить из фанел то есть вылетает последние четыре никому до этого дела нет так все хотят желать что об этом говорит тогда сергей что об этом говорить тогда я вот тебе уже сказал тогда смотри у тебя вылетает четыре команды сейчас фанел там 25 будет 20 потому что мы же переходим на осень сейчас фанел 22 но хотят но будет 20 но вылетают четыре у тебя на 24 или как на 12 тогда их делишь тоже там 2 2 зоны какие-то они потому что мы когда переходили на осень весна мы же не думали не про фанел не про pfl а это важная история она просто сказали да манежи мы везде настроим но в итоге настроили только стадионы для для но для хороших команд ну когда для городов и для ну как команд команд саранск там для тамбова в итоге построили то есть я вот это объясните мне вот это как и дальше будет например 12 команд сколько будет вылетать 1 2 сколько 1 2 заходить оттуда будет 24 то есть из 24 команд 1 будет заходить кто как будет из фанел вылетать из пфл входить ну то есть это же самое я говорю историю похоже и только никакого так нет четко ответьте вот вопрос ну скажи расскажите будет вот так вы там вы вылетает 1 1 заходит не вернее сначала для начала 4 вылетают никто не заходит вообще супер просто просто супер для команд фанел который там гопин бьют например копытом где есть деньги где есть частные например частные команды как алания например там частных день а нам сказать да не подожди ты чё сиди там а потом мы говорим давайте отойдем от гос эти саму финансируем вот у тебя у тебя я ты их глушишь они оттуда не залезут никогда в жизни page дальше у меня лапа вот сначала объясните кто сколько как вылетит сколько войдет дальше сколько буду команд фанел сколько будет входить сколько будет вылетать вот интересный вопрос понимаешь потому что и еще раз вернусь не хочешь смотреть урал химки не смотри в чем проблема то дальше мы говорим какая тема еще кружит тамбов на хрен он нужен который играет в саранске то в этом где он там это в нижнем до бедолаги так не давать им лицензию пусть вот его вот их убирать отсюда вот их убирать вот такие команды сколько команд на твоей памяти которые вы по самый по сезону снялись бы я вообще не помню не было такого да вот я по сезону я снимал если в рпл говорить про после сезона снимались ну какая разница один фанел уже вылетали кто 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 это самый крыл вылетел фанел и и разорился не ну по моему сатурн не вылетал но просто команду закрыли ну хорошо закрыли ну ладно ну по ходу сезона это по ходу сезона это опять кипиш начинается а мы обыграли сатурном ему проиграли и еще нам делать и опять никто ничего не знает понимаешь убирайте тамбов тогда я согласен убирайте тамбов но никто не разорялся наоборот были героями анжи были героями одеев был героем потому что им платить не платили 15 месяцев зарплату они там что-то доиграли чемпионат до конца все похлопали они вылетели и разорились но ничего страшного но все зато и хлопали ему молодцы они я я не понимаю вот честно а почему не 6 тогда давайте 6 сделаем вот смотри у меня предложение фнл делаем берем супер премьер лига или там супер российская лига чуть получается с р л 6 команд зачем вам не хотите смотреть урал химки зачем тогда 12 делать а я еще раз да вы их и не смотрите вы смотрите только вот эти игры я говорю про болельщиков вот этих только сделайте 6 заработок ну смотри чего у нас заработать что телевидение придет больше денег будет давать я очень сомневаюсь причем майк будешь больше продавать или что атрибутики ты как играл ты вот спартак сегодня это самое они вот они тамбову два раза проиграли вот когда говорят неинтересно чем рано году на у нас такое ощущение что у нас вот эти пять команд просто всех выносят и и и все у нас здорово а мне интересно посмотреть как тамбов например является спартаком и как урал играет с тем же спартаком урал что обыграл вернее спартак обыграл урал в этом году 22 они сыграли потеряли два очка интересно мне интересно смотреть например понимаешь и и деньги зарабатывать но вот зенит сейчас сейчас зрители запустят на зенит что с тамбовым что со спартаком будет 65 тысяч ну 60 будет лана замбом 65 будет спартак то же самое то же самое будет биток на все на все игры чем это делать я не понимаю мне но тогда я говорю делать тогда 6 надо делать 6 чтобы совсем был супер что вообще супер топ до 6 в это самое 6 кругов 30 игр вообще отлично просто супер кто будет вылетать 1 будет вылетать и 80 команд будет фанел заду за одну путевку биться или как ну то есть мне кажется что есть наш такая вещь мне я не знаю по какой причине они это делают понимаешь почему пошла к это волна что надо что-то менять вот именно в этом да может просто поменять людей чем менять какие-то эти самые систему соревнований может быть командам на себя посмотреть чуть-чуть как надо играть чемпионате тем кто в еврокубках играет не знаю я еще раз говорю мне я смотрю урал химки и мне нравится паш я смотрю спартак зенит и мне нравится кто кому на всем нравится спать спартак зенит будет уберите от нас урал химки да не смотри вот поэтому я вообще не вижу не вообще никого мне кажется что это делают люди которые наши лучшего ну то есть люди делают люди которые в чем-то другом разбираются намного лучше чем вот в этом ну вот на мой взгляд сейчас мы опять намутим не пусть ответят твои сначала вот на эти вопросы которые мы вначале вот в этом разговоре мы с тобой до обговорить пусть ответит и пусть как потом скажет почему 12 они 6 если мы хотим больше спартак зенит понятно спасибо большое